В году, так в 2005, когда вышла одна из лучших портативок, а именно PSP, наверное каждый мечтал об устройстве, которое будет запускать абсолютно любые видеоигры. Как вы уже поняли, мне посчастлилось аж целую неделю попользоваться вот таким вот устройством, которое называется Asus Rock L.I. Огромное спасибо ребятам, которые мне дали в неё поиграть, поскольку я действительно хотел прикоснуться к этому миру портативных устройств и понять каково это. Просто знаете, что на компе, что на консоли, что на портативке, ты играешь вроде как в одни и те же игры, но вот это вот чувство пользования, некий вайп, оно совершенно разное. В общем, я вам сегодня обо всём этом расскажу, расскажу собственно и об устройстве, и прежде чем мы начнём, будет очень круто, если вы прожмёте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Чем взрослее мы становимся, тем быстрее у нас бежит время, больше каких-то проблем и соответственно время для игр остаётся не так много. Я начал это замечать по себе уже давно, поскольку я играю лишь на стримах, в онлайн игры и пару часиков в выходные, и тем самым попросту не успеваю проходить одиночки, а это очень хочется. Брать с собой на работу Xbox, увы, оказалось неудобно, брать с собой ПК, ну тем более. И как раз таки для этого, на мой взгляд, и пришли портативные устройства, поскольку за счёт них ты можешь играть где угодно. И сейчас, чтобы вы понимали, мы говорим не про потоковую передачу, которая позволяет лишь транслировать изображение, с помощью хорошего интернет-соединения, как это сделала Sony со своей PlayStation Portal. Честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем она нужна. Сейчас речь про полноценный аппарат, который запускает игру с помощью своего железа, как в целом и делает RockLi. Насколько я знаю, эта портативка является самой мощной из всех существующих на данный момент, поскольку у неё тут какой-то крутой процессор от AMD Ryzen Z1. Но я не технический обзорщик, поэтому если кто-то хочет покопаться в железках, можете глянуть сами. Я тут немножко про другое. Стоит такое чудо около 80 тысяч рублей, и его без проблем можно купить в России, к примеру, в том же Технодеусе. Кстати, довольно клёвый магазин, и цены приятные, и ассортимент большой. Тут и смартфоны, и айфоны, и планшеты, ноутбуки, компьютеры, умные часы, наушники, гаджеты для ПК и даже консоли. А ещё к тому же дают годовую гарантию на девайсы и делают доставку по всей России. Поэтому если вдруг хотел себе прикупить или своим родным что-то из гаджетов, то залетай по ссылке в описании к ребятам из Технодеус. Первый раз, когда ты берёшь в руки это устройство, которое для игр является не дешёвым вариантом, ты, к сожалению, не чувствуешь какой-то премиальности. В комплекте у вас лишь блок питания и картонная подставка, которая хоть и мега дешёвая, но свою функцию выполняет прям на ура. Это всё неплохо, просто что касаемо даже кнопок, материал, он тебя тут также не удивит, довольно всё обычно, простенько, но со вкусом. Ты вряд ли почувствуешь значимость данного устройства, пока его не включишь. Материал корпуса чем-то схож на материал Xbox контроллера, но с более приятной текстурой и, наверное, более мягким пластиком по тактильным ощущениям. Это на самом деле сложно описать словами, лучше самому повертеть, покрутить, потрогать, но первый раз трогая такое устройство или глядя на него со стороны, кажется, что это не особо удобно. К счастью, это ошибочное мнение, я с радостью поиграл во все интересующие себе игры и в шутеры, и в гонки, и в файтинги, и даже в соус-игру, и официально, не по слухам, хочу сказать, что у меня это не вызвало никакого дискомфорта. Как бы я ни брал этот устройство, как бы я ни ложился с ним, мне было удобно, возможно, потому что оно еще и достаточно легкое. Сзади у нас, кстати, тут есть две дополнительные кнопки, которые нажимаются под разными углами, и этого вполне хватает для того, чтобы комфортно играть. Лично я их переназначал для того, чтобы, например, в Lies of P бегать на них. Ну, это удобнее, чем нажимать на B, тогда ты не отрываешь палец от стика, в общем, ну, реально прикольно. Соотношение размера устройства и того же экрана, который, кстати, имеет разрешение Full HD и 120 Гц, очень оптимальное. Если не ошибаюсь, диагональ составляет 7 дюймов, и тебе не хочется ни больше, ни меньше, прям вот самое топ оказалось. Повторюсь, что устройство легкое, из-за чего ты не устаешь его держать в различных положениях, и с точки зрения дизайна я бы назвал его достаточно привлекательным. Особенно горящие ободки на стиках. Мне просто нравится что-то светящееся, но если вас это напрягает, вы можете без проблем это отключить. И пока ты трогаешь его, или даже смотришь видосик, ты вряд ли почувствуешь какое-то вау-от устройство. Но самое вот это вот чудо происходит тогда, когда ты включаешь и запускаешь свою любимую игру. Вот именно в этот момент происходит такое, что ты начинаешь офигевать, что такая вот маленькая штуковина запускает даже тот же Киберпанк. Чтобы вы понимали, на Rock'n'Lie можно запустить практически любую игру, которая доступна на ПК, да и не только. И весь секрет заключается в том, что устройство на винде 11. И как вы знаете, на винде можно делать абсолютно все, что угодно. И скачать Steam, и Epic Games, и даже подписочку Game Pass через приложение Xbox заюзать. Поставить какой-нибудь эмулятор, заюзать и еще кое-какое чудо-магазин, да. Короче, все, что вы можете сделать на компе, можете сделать и тут, поскольку здесь нет ограничений. Ибо, опять же, тут полноценная винда, в которой ты даже работать есть, что сможешь. Накатить русификатор, моды, подключить через Bluetooth наушники, геймпады и прочие такие штуковины, тут также все можно это сделать. Ибо это портативный ПК для игр. Винда тебе развязывает руки максимально в этом плане, она тут сразу есть, поэтому не надо ничего прошивать, скачивать и так далее. Что касаемо винды, это и хорошо, и в то же время не особо, поскольку со всем, с чем вы сможете встретиться с ПК, вы встретитесь и здесь. Ошибки, непонятные проблемы в играх, но для тех, у кого есть ПК и кто к этому уже привык, не будет здесь никаких претензий. Я просто консольщик, я люблю более закрытую систему под игры, с минимальными телодвижениями, проблемами, чтобы я там нажал две кнопки и я в игре. И в целом Asus, видимо, это понимала и учла такой сегмент игроков, и для этого устройства сделала свою утилиту Armor Create, который как раз таки сразу запускается после включения устройства, и ты можешь войти во все свои любимые лаунчеры в два клика. Если вдруг что-то не хватает, свайпнул, перешел на винду, если что, экран сенсорный, да, скачал себе все, что нужно, все появилось в утилите и опять же пользуешься как консолью. Прекрасно. Но опять же не забываем, тут основа все-таки винда. Вот эта вот кнопка вызывает некий общий игровой лаунчер, где у вас будут и игры, и внутренние магазины, Steam, Xbox, Ubisoft и так далее. Можете даже еще что-нибудь скачать. Тут можно настроить профиль, всякие штуки. А вот эта вот кнопка вызывает некое упрощенное управление всякими фишками. Без проблем можете вызвать клавиатуру в случае необходимости, вывести датчик FPS, ограничить количество кадров, поднастроить управление, назначив дополнительные кнопки, кастомизировать сетяческие стики и так далее. Это удобно, а самое главное интуитивно, будто пользуешься внешней шторкой на телефоне. Но самая интересная вещь для меня был режим работы, от которой напрямую зависит работа ваших игр. Если что, есть несколько режимов, которые рассчитаны на 10 ватт, на 15, на 25, и если вы включите зарядку, то будет все 30. И тут все очень просто, чем круче режим и больше по ваттам, тем лучше у вас идут игры и при этом быстрее тратится заряд. Чем меньше у вас ватт, тем производительность меньше, но зато зарядка тратится не так сильно. И еще, что самое офигенное, при этом он почти не греется, ибо весь теплый поток, он направляется вверх. И сделано это реально по уму, что как бы ты его не взял, как бы ты сам не лег, тебе это не мешает. И ты лишний раз удивляешься грамотности этого решения. Что касаемо аккумулятора и вообще времени автономной работы. Тут ее хватает всего лишь около часа, до двух. Может быть какие-то мини-игры проработают еще больше, но в те игры, которые играл, а именно Лайс оф Пи, Гири 5, Форза, Кибер. Опять же, около часа, чуть больше часа, где-то полтора, то есть если вы рассчитываете весь день на ней играть с помощью одного заряда, нет, так это не работает. Зарядка тут быстрая, 50% где-то за 30 минут, и в целом для тех ситуаций, в которых я применял это, мне показалось достаточно. Но было бы намного лучше, если бы заряд держался больше. Но тут опять же объясняется тем, что устройство мощное, делается больше вычислительных процессов, за счет этого быстро расходуется заряд. Но если вы хотите поиграть подольше, снизили нагрузку на процессор, понесите уровень графики, и тогда поиграете побольше. Но опять же, не целый день, максимум пару часов. И тут мы подошли до самого интересного, а именно игр. И как раз таки первое такое вау, которое я получил от этого устройства, это когда я запустил свою любимую серию Gears of War. Запустил я пятую часть по подписке, и офигел, что такая вот штуковина, ее тянет без проблем на максималках. Все мега гладко, удобно играть, и ты понимаешь всю красоту таких устройств. Неважно где ты, в дороге, в командировке, в магазине, на горшке, ты просто достал в нее и играешь. Я лично во время теста на работе даже одного босса зафигаривал в Last of P. И вот это вот чувство доступности, оно окунает себя во время PSP, и это так кайфово, что просто невероятно. Но это опять же поймет далеко не каждый. И конкретно здесь я очень хочу похвалить систему Xbox, и вот эту вот концепцию, про которую вечно говорит Фил Спенсер, что неважно где ты, но ты все равно с Xbox. Благодаря этой функции, играй где хочешь, с этой прототипкой ты также с Xbox. Ввел свой профиль, скачал все, что тебе нужно по подписке. Конечно, опять же, не все игры так доступны, особенно купленные на Xbox, ибо не все имеют функции Play и New Air. Как тот же Алан, если он у вас куплен на Xbox, он не запустится, вам нужно будет его покупать через Epic Store. Но так или иначе, те же самые эксклюзивы Microsoft в этой программе точно есть. Скачаешь и просто играешь, у тебя тот же прогресс, ачивки и так далее. Конечно, в это же время я хочу и поругать команду Xbox, что они вот эту тему не адаптировали максимально под такие вот устройства, а дали лишь возможность использовать приложение Xbox благодаря Windows 11, как и другие лаунчеры. Просто если сравнивать это все со Steam, у вас там и мелодия заиграет, и вибрация пройдет, и само приложение мега удобное. При этом же, включая приложение Xbox, ты такого не ощущаешь, а еще и игры скачиваются медленнее. То есть, Xbox тут брать нужно пример со Steam, который, на мой взгляд, тут действительно впереди. А так, при специализированном приложении, если вдруг оно выйдет, да, это устройство можно было назвать реально портативным Xbox. И самый, опять же, главный прикол такого устройства, это то, что твои игры, они всегда с тобой. Играй абсолютно где хочешь. Игра я, кстати, в Forza, она шла у меня мега идеально, без проблем выдает 60 фэпосов, тот же Кибер хорошо выдавал, да, тоже 60 фэпосов, но в некоторых местах есть дропы, но тут решение было простое. Понять качество графики, и все будет хорошо. Или, опять же, поставить на более высокий режим работы в 25 вольт. То вы понимали, это не консоль, на которой прям оптимизируются игры, это довольно-таки мощный и мега компактный персональный компьютер для игр. Качество работы которых напрямую зависит от настроя графики, режим работы и так далее. Поэтому, что касаемо производительности, тут чистый ПК-момент. Видишь просадки, понись качество, и будет все офигенно, но так или иначе, это вот мини-штуковина, как по мне, выдают действительно хорошую производительность и запускает реально тяжелые игры в хорошем качестве. И чтобы вы понимали, игры тут идут далеко не на самых минимальных настройках графики, поэтому, если вам интересно, можете глянуть в интернете тесты каких-нибудь игрушек. Если же брать во внимание абсолютно все факторы данного устройства, не такую большую автономность, маленький размер, офигенную возможность скачать свои игры с твоих любимых лаунчеров. Я пришел к выводу, что это устройство, на мой взгляд, очень классно подойдет людям с активной жизнью, которые переезжают, ездят в командировки, у которых много времени уходит на перемещение, и в то же время они свободны руками. Такая вот портативка, это прекрасная возможность оставаться с играми абсолютно везде, да, вы не поиграете целый день, но, к примеру, летя в самолете, так или иначе, ты можешь продолжить играть в свою любимую игру. Поехав к бабушке в деревню, ты также останешься в игре, тебе не обязательно брать с собой, например, Xbox и у деда занимать телек, ты мобильный. И несмотря на то, что многие очень придираются к времени работы, и на мой взгляд, действительно хотелось бы видеть более продолжительную работу без заряда, тут я хочу напомнить, что устройство создано не для того, чтобы вы всегда играли, а для того, чтобы быть с играми в любом месте. И переехав в другую точку, где есть розетка, вам ничего в целом не мешает продолжить играть хоть целый день. Конечно, если задаваться вопросом, а может ли это устройство заменить ПК, консоль и так далее, думаю да, особенно тем, кто не имеет какого-то основного сетапа. Поскольку при помощи специального переходника вы можете играть на большом телеке, вы можете работать на этом устройстве. И если человек не играет много, но он хотел бы это сделать особенно без привязки к месту, почему бы и нет, такие портативки это действительно удобно. Но опять же, тут каждый решает сам, поскольку у всех разный темп жизни. И кстати, такой маленький совет, пока вы смотрите этот ролик, если вдруг у вас есть любимый играющий человек, эта штука была бы просто офигенным подарочком на новый год. Поэтому вы можете скинуть этот фрагмент своим вторым половинкам или тем, кто думает, что он подарит. Тем более, насколько я знаю, при покупке вам еще и геймпас на 3 месяца положат. А еще, если вы купите с 1 ноября по 31 декабря любое устройство ROG в магазинах партнеров, можно даже не портативку, и зарегистрируете устройство до 7 января, то вы сможете получить до 50 баксов на система кошелек, а также баллы по программе лояльность ROG Элита. Просто знаете об этом. Если же делать вывод, то как по мне, ROG Элай это устройство, которое ощущается как очень классное пополнение к основному сетапу во время того, когда вы не дома. По крайней мере, в моем случае это было так, потому что у меня уже есть основная игровая платформа, я немного времени нахожусь в дороге, но для тех, кто мечтал когда-то о портативке, это устройство может реально подарить много эмоций и даже заменить тот же Xbox. А самое главное, оно предоставит вам возможность играть в ваши любимые игры абсолютно везде, где бы вы ни находились. И иметь такое устройство, если вы любите играть, думаю, никто не был бы против. Конечно, при выборе встанет вопрос, а какая же портативка лучше, но как по мне, везде есть свои минусы и плюсы, ровно так же, как и в консолях. Поэтому тут каждый должен определиться сам. Кому-то нужна мощь, кому-то нужна емкость аккумулятора и так далее. Ну а что касаемо моего личного мнения, то мне ASUS ROG Элай понравился. Прикольное устройство, удобное в использовании, конечно, хотелось бы более долгую автономную работу, но то, что она позволяет тебе быть везде с твоими любимыми играми и даже с подписышкой к геймпассу, это, конечно, шикарно. На этом, в принципе, все. Если вдруг вам понравился видеоролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать свое мнение в комментариях насчет вот таких портативных устройств. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok